Здравствуйте! На ближайшие пять лет развитие российского малого и среднего бизнеса стало для российского правительства одним из приоритетов. Мировые поддержки будут осуществляться в рамках национального проекта, благодаря которому предприниматели получат доступ к финансовым, информационным и материальным ресурсам. Одним из приоритетов для любого мегаполиса является поддержка малого и среднего бизнеса. Это актуально и в свете решения задач импортозамещения и в развитии новых производств. В 2019 году в сфере малого и среднего бизнеса в регионе зарегистрировано более 120 тысяч субъектов, тем самым более трети населения нашего города занято в предпринимательстве. Ну а это рабочие места, налоги и в конечном итоге укрепление экономического потенциала и поддержание социального благополучия Самары. Так как стать успешным и не обанкротиться? Куда обратиться начинающим и уже опытным предпринимателям? Кто сегодня реально может помочь развитию малого и среднего бизнеса в городе? Вот эта программа «Малый бизнес. Большие успехи» и мы работаем в прямом эфире. И вы, уважаемые телезрители, получите ответы на самые актуальные вопросы предпринимательства. Я представляю гостю в студию Анна Михайловна Рабинович, заместитель и руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Здравствуйте, Анна Михайловна. Добрый вечер. Ну что же, я проанонсировала, что мы работаем в прямом эфире. Дозванивайтесь, пожалуйста, уважаемые телезрители. И первый вопрос мой таков. В Самаре, как и в целом по стране, продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Мероприятие рассчитано до 2024 года и предусматривает реальную помощь на каждом этапе развития бизнеса. Вот что нужно знать предпринимателям об этом проекте? Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы уже в самом наименовании нацпроекта заложен основной посыл. Основная наша задача существующим предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность, оказать всяческие меры поддержки и тем физическим лицам, нашим гражданам и жителям Самары, помочь найти что-то для себя нужное, необходимое и раскрыть себе предпринимательскую вот эту вот инициативу и помочь стать предпринимателем. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» – это один из интереснейших проектов, один из таких глобальных и структурных, потому что в него входят четыре основных федеральных проекта, у которых есть генеральные цели, есть ряд мероприятий, которые направлены на как раз всестороннюю поддержку существующих предпринимателей и физических лиц, которые только планируют предпринимательскую деятельность. Это и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, те, кто уже осуществляет предпринимательскую деятельность, это и расширение доступа к финансовым услугам, к микрозаймам, это и акселерация предпринимателей, то есть это те обучающие программы, которые направлены и на существующих предпринимателей, и на физических лиц. И, конечно, программы по расширению доступа к имущественной поддержке, к финансовым ресурсам. Поэтому проект действительно глобальный и большой, он затрагивает ряд отраслей предпринимательской деятельности, и от обучения до экспортной деятельности мы поддерживаем предпринимателей, даже вот на стадии именно зарождения их идеи ведения бизнеса. Всесторонняя поддержка, она еще заключается в том, что действительно мы рассматриваем разные именно возрастные категории предпринимателей, рассматриваем разные подходы и понимаем, что к молодежной аудитории нужен один подход, к предпринимателям серебряного возраста нужен другой подход. Поэтому проект интересный, и, конечно, уже вот мы можем говорить о том, что этот год у нас на стадии завершения находится, можно подводить промежуточные итоги. Год стартовый, тестовый, много нового опыта, много новых вопросов, связанных с коммуникацией между предпринимателями и физическими лицами. Конечно, есть над чем работать, и, безусловно, те задачи, которые ставят и президент, и Дмитрий Игоревич Азаров, наш губернатор, по развитию предпринимательской деятельности, увеличению предпринимателей, по уменьшению финансовой нагрузки, по улучшению законодательства, по улучшению налоговой базы, они, конечно, будут реализованы и уже начинают реализовываться. Мы видим первые такие результативные шаги. Ну, это что касается, да, все-таки российского проекта, но вот оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, Анна Михайловна. Вот расскажите, какие программы сегодня реализует Департамент экономического развития, инвестиций и торговли городского округа Самара? Мы работаем в тесном тандеме, все-таки с областными структурами, потому что есть ведущие профильные министерства, которые осуществляют в том числе и методическое руководство над всеми муниципальными образованиями. Мы работаем над всеми муниципальными образованиями Самарской области нашего региона, и мы тут только в тандеме работаем. В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить наиболее популярную сейчас меру поддержки, это информационно-конституционная поддержка. Мы на стадии существующих бизнесов, на стадии проектирования идей сопровождаем предпринимателей, сопровождаем физических лиц на безвозмездной основе. Услуги по консультированию оказываются и в бизнес-инкубаторе, который находится на главной 3, и в нашем департаменте. То есть это всесторонняя поддержка предпринимательской деятельности. В этом году мы стали реализовывать новый механизм поддержки действенной, финансовую поддержку в виде грантов, которые возмещаются уже существующим предпринимателям по факту понесенных затрат. Мы организовываем ряд обучающих программ и семинаров совершенно бесплатно для наших предпринимателей и физических лиц, что стало новым для нас в этом году. Ну и, конечно, очень большой блок мы реализовываем именно по продвижению предпринимательской деятельности, продвижению производителей товаров, работы, услуг. И по вообще позиционированию предпринимательской деятельности как деятельности, которая действительно затрагивает все отрасли и формируем имидж предпринимателя, который немножко был подпорчен во время 90-х годов. Поэтому мы стараемся говорить о том, что вести предпринимательскую деятельность это достаточно престижно и свое дело иметь и престижно, и успешно, и условия достаточно комфортные. Имущественную поддержку в этом году тоже мы расширили. Если в том году мы говорили с вами о том, что имущественная поддержка предпринимателям оказывается только на байсамарского бизнес-инкубатора, если ты являешься резидентом, если твой бизнес работает менее трех лет. То есть сейчас мы говорим о том, что есть ряд муниципального имущества, которое на льготных условиях сдается именно в аренду субъекта малого и среднего предпринимательства. В этом году мы стали активно увозить наших предпринимателей на международные форумы и выставки, что позволяет нам говорить о том, что наши производители товаров, работы и услуг являются конкурентоспособными и могут выходить на экспорт. Потому что экспортная составляющая, она в одном из федеральных проектов доминирует, и мы нацелены на том, чтобы наши производители выходили еще на экспорт, экспортировали товары, услуги свои. Поэтому спектр поддержки предпринимателей и физических лиц, что опять подчеркну новый в этом году для нас, он достаточно широкий. Очень активно в этом году достаточно гибко стали реализовываться именно инструменты по финансовой поддержке. Гарантийный фонд Самарской области, он за период этого года тоже изменил ряд постановлений, ряд порядков по предоставлению микрозаймов, предоставлению поручительств, что уже сейчас свидетельствует о том, что количество предпринимателей, которые туда обратились, достаточно сильно увеличилось. То есть структура поддержки, она очень пластичная. Мы понимаем, что есть над чем работать, что есть определенные задачи, которые требуют корректировки. И все-таки национальный проект это стратегическая задача для всех. И путь этот новый, и поэтому этот новый путь мы проходим вместе как органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, совместно с предпринимателями, физическими лицами. Но в этом тандеме достаточно успешно мы первый стартовый год начали и будем продолжать наращивать объемы и темпы наших услуг. Да, всесторонняя очень поддержка оказывается. Не могу с вами не согласиться, но если у вас есть свой бизнес, если у вас есть бизнес-идея, может быть, если вы стартапер, Дмилса, просим к нам в прямой эфир 202.11.22. Прямой диалог с властью. Можете задать свой вопрос гостя программы Анна Михайловна Рабинович. Продолжаем наш разговор. Вот как вы считаете, чем на сегодня привлекателен малый и средний бизнес именно в нашем городе, в Самаре? И вот стоит ли открывать свое дело? И вот вы неоднократно делали акцент на том, что это все-таки индивидуальный подход. Ну, в любом случае, человек, который выбирает для себя ведение своего бизнеса, своего дела, все-таки это больше, наверное, не профессия, а именно стиль жизни уже, потому что предпринимателем нельзя стать как служащим от определенного времени работы с 9.30 до 18.30. Это уже стиль жизни, и ты должен понимать, что это навсегда, что нельзя вот один раз решить, открыть свой бизнес, а потом вот как ребенку, и нет, я передумала, я не буду закрывать этот бизнес. В век коммуникации, в век IT-технологий все-таки видно, что даже существующие бизнесы, если там предприниматель решил купить готовый, либо переквалифицироваться, поменять отрасль своей деятельности, то это все достаточно происходит гибко и безболезненно для предпринимателей. Поэтому, ну, предприниматель, сейчас созданы все условия, чтобы предпринимателям было комфортно, еще раз говорю, мы по этому пути идем вместе, мы, этот путь для нас достаточно новый для всех, потому что и на уровне, мы видим, что на уровне федерального центра, на уровне субъекта, приоритеты и во главу угла действительно ставится именно поддержка предпринимательской инициативы. Раньше такого не было, понятно, что социальная сфера, сфера здравоохранения, сфера культуры, она всегда была в приоритете, но сейчас очень явно поставлен акцент именно на развитии предпринимательства, потому что мы понимаем, что это основополагающая вещь в развитии экономики. И, конечно, чем больше будет предпринимателей, даже на территории городского округа Самара и, в принципе, всех муниципальных образований и нашего региона, и по Российской Федерации, мы будем понимать, что вот этот вот уровень налоговых поступлений, уровень взаимодействия, уровень возврата вот этих денежных средств на предпринимателей, это все будет в плюс только экономике, потому что наш регион один из пилотных регионов, у нас внедрена практика, что именно мероприятия, направленные на поддержку предпринимательства, финансируются не из бюджетов, а финансируются за счет упрощенной системы налогообложения, то есть тех налогов, которые потратили, заплатили уже предприниматели. И, получается, деньги возвращаются опять, и, конечно, они направлены на их развитие, и предпринимателей, и физических лиц. Анна Михайловна, вот сколько грантов получили предприятия малого и среднего бизнеса, и какие еще на сегодня есть способы помочь предпринимателям? Да, ранее говорила, в этом году мы начали выдавать гранты в форме субсидий, продлили прием заявок до 2 декабря, поэтому у вас есть еще время прийти в департамент, подать документы на грант. Долго мы выбирали способ предоставления, долго выбирали, анализировали ли опыт городов-миллионников, опыт тех уже структур, которые выделяли гранты, поэтому мы пришли к единому мнению с правовой точки зрения, с юридической точки зрения, что мы возмещаем предпринимателям все средства, которые они потратили. То есть вам не нужно доказывать бизнес-проекты, вам не нужно доказывать свои потраченные деньги, вы приносите документы уже по факту понесенных расходов, которые вы уже понесли. Небольшой список документов. Да, ведя свой бизнес, список действительно небольшой, там очень ограниченная перечень документов, которые нужно запрашивать извне, сделали специально для того, чтобы упростить все процедурные вещи, но в то же время, чтобы они были прозрачные с точки зрения законности и права. Поэтому 350 тысяч рублей, те денежные средства, которые мы возмещаем. И вот на сегодняшний день, несмотря на то, что прием заявок продлен, у нас порядка 80 заявителей. Заявляют совершенно разные отрасли предпринимательской деятельности. Отрадно, что много заявителей именно в сфере детского образования, детского дошкольного образования, в сфере именно возмещения затрат на открытие спортивных секций, инвентаря. То есть это можно говорить о том, что у нас бизнес даже, который на территории городского округа Самара, по крайней мере, по перечню заявителей, он социально ориентирован. И действительно, мы понимаем, что это не просто бизнес ради бизнеса. Вклад в будущее. Да, конечно, и вклад в будущее, и в себя, и в родной город, что не может не радовать. Вот, Коль, мы с вами заговорили о молодом поколении. Правильно ли я понимаю, что одним из приоритетов вашей работы является привлечение интереса предпринимательской деятельности, в том числе и среди молодежи? Вот если да, какие примеры можете привести? Мы считаем, что, в принципе, в нашей молодежной аудитории будущее предпринимательства. Вот буквально час назад закончился первый международный экономический форум, который по инициативе студентов был сделан в Самаре. Участником стали студенты. Студенты сами выбирали себе спикеров, сами выбирали себе программу, тренеров. И этот пример именно успешного экономического форума, который создан руками молодежи, говорит о том, что они готовы вести эту деятельность. Областью и Министерством экономического развития Самарской области сейчас реализуется ряд проектов, направленных на молодежь. Это и бизнес-продленка. То есть ученики старших классов, они после учебных занятий остаются на бизнес-занятиях. И уже там, начиная с малого возраста, со школьной скамьи, они начинают себя пробовать в роли предпринимателя. Это и бизнес-акселератор, бизнес-завтраки и в вузах, и в других открытых пространствах. То есть действительно, молодежная аудитория, она и по психике пластичная, и по отзывчивости. С ними всегда приятно работать, с ними приятно не просто выступать, а находиться в диалоге, потому что в них еще есть какой-то задор, новаторство, вера в себя, что не может не радовать. И, конечно, с молодежью мы будем работать все больше и больше, выбирать новые форматы, смотря на наших соседей, смотря и всероссийский опыт, и мировой. И, конечно, мы будем, я думаю, что в скором времени мы уже увидим новые и новые проекты, новые форматы. Потому что с ними действительно интересно работать, да и не только с молодежью, очень интересно работать и с предпринимателями серебряного возраста. Необычный опыт работы с мамами-предпринимателями, у которых маленькие детишки дома, с молодыми предпринимателями, которых ты готовишь уже на участие в всероссийских конкурсах. И сопровождаешь их на стадии подготовки документов, до стадии защиты и психологически поддерживаешь. То есть действительно предпринимательство такая отрасль, что здесь совершенно разные подходы, совершенно разные возрастные категории. Но это позволяет достигать определенных результатов качественных и совершенствовать себя в качестве именно оказания мер поддержки. Потому что, опять же говорю, это новое для нас направление. В том плане, что новое направление по нацпроектам. И буквально несколько дней назад закончилось обучение служащих, тех, кто работает в инфраструктуре поддержки. Именно обучение, федеральный центр проводил обучение, чтобы нам, тем людям, которые являются теми, кто формирует программы, задачи, кто осуществляет сопровождение этой деятельности, развитие этой деятельности, немножко поменять подход к нашим мероприятиям, к нашим запланированным форумам, проектам, программам. И был ряд опытов, когда мы свои проекты, идеи, программы презентовали действующим предпринимателям. Это было не в Самаре. И когда они нам давали обратную связь о необходимости, нужности наших проектов. И, конечно, нам очень часто приходилось пересматривать свои проекты, пересматривать свои подходы. Но это в плюс, потому что мы изменили уже действительно свое сознание в плане формирования мер поддержки для предпринимателей. Я считаю, что это очень значительный сдвиг именно в плане управления предпринимательской деятельностью. Анна Михайловна, вот в продолжении разговора о привлечении интереса к предпринимательской деятельности среди молодежи, вот буквально недавно прошел бизнес-семинар в СГЭО, пообщались с бизнес-тренером. Давайте посмотрим, как молодые люди реагируют на таких экспертов. У нас есть сюжет, внимание на экран. Так как у нас государство уделяет большое внимание развитию этого сектора, особенно среднее и малое предпринимательство, и я как практик, прежде всего основатель 3-4-5 компаний, я хочу по своему жизненному пути пройтись и показать, где я совершал ошибки, чтобы ребята эти ошибки не совершали. Начиная от момента основания, у меня было ИП, ИО, то есть я несколько форм юридических перепробовал, до момента уже маркетинг, развитие, рост масштабирования, филиалы и так далее. Как вы считаете, зачем сегодня нынешним студентам нужны такие семинары? Они обладают определенной базой теоретической, то есть преподаватели, это теоретики в большинстве своем, и пообщаться с практиками, это всегда хорошо. Люди после окончания института обычно платят за это, то есть люди идут дальше учиться за деньги. Здесь бесплатная возможность узнать практическую информацию. Первые шаги, они везде одинаковые, да, то есть если мы говорим о законном пути предпринимательства, у тебя всегда есть необходимость зарегистрировать, выбрать нишу, какую-то идею, необходимость запустить рекламу, запустить определенный поток клиентский, там, юридические лица, физические лица и так далее. Это все одинаково. Я не буду рассказывать конкретно про, там, как это делали мы, вот именно в сфере эвента или в сфере, там, тренингов. Вот, но они, будут они торговать, будут они оказывать какие-то услуги, все эти шаги сделают, поэтому практика, вот эта практика, я думаю, что важна для них сейчас. С чего начать даже, даже просто с чего начать. Вот они сидят, у них нет даже стартового капитала, и я про это тоже расскажу. Вы знаете, я очень много езжу по миру, да, и вижу, что частные вот эти небольшие магазинчики, небольшие какие-то пекарни, вот сейчас у нас тоже это, да, последние два-три года, вы видите, все это дает определенный рост самой инфраструктуре города. И, конечно, спуская сверху какие-то директивы, мы, ну, не сможем это сделать, чем это сделают инициативные молодые люди снизу. Поэтому развитие именно малого, в нашем случае даже, наверное, микропредпринимательства, потому что, ну, малые, это уже там определенные показатели по количеству, по штатным сотрудникам и так далее, это очень важно сейчас для города. Ну, я оставлю в конце, то есть, определенные координаты и предложу ребятам, в том числе, создать небольшой чат, чтобы они могли со мной общаться, да, если у них будут уже практические вопросы в будущем, да, это такое небольшое новиционное, это обычная сейчас история. И так как я, ну, не прощаюсь с университетом, я периодически здесь провожу конференции, я думаю, что это будет первый шаг, а мы потом еще с ребятами встретимся уже более угугленно, для всех, кому интересно, еще новые темы рассмотрим. Итак, продолжаем наш разговор, мы работаем в прямом эфире 202.11.22, дозванивайте, уважаемые телезрители, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Анна Михайловна, вот по мнению экспертов, жители города, когда решают открыть собственное дело, в том числе рассчитывают и на финансовую помощь. Вот скажите, пожалуйста, на сегодня, вот помимо тех программ, которые озвучивали, на какую реальную поддержку могут рассчитывать предприниматели? У нас на территории Самарской области действует гарантийный фонд Самарской области, который осуществляет несколько мер поддержки. В первую очередь они выступают поручителями, потому что не всегда у тех проектов стартаперов, которые открывают свое дело, есть возможность поручительства, поэтому они предоставляют небольшой опять перечень документов именно в гарантийный фонд, и те выступают поручителями перед банками, потому что действительно проблема финансирования на стадии стартапа, она очень распространена, и обычные банковские организации кредитные, они не берут на себя эти риски, но вот ГФСО, гарантийный фонд Самарской области, он эти риски на себя берет. Гарантийный фонд Самарской области выдает микрозаймы, а микрозаймы от 5% до 8,5%, ну мы увидим, мы с вами понимаем, что процентной ставки в принципе в кредитных банковских организациях нету, и они выдают микрозаймы от 500 тысяч до 5 миллионов, понятно, что там есть определенные условия, что есть там и залоговые средства, но эти залоговые средства могут быть и личным автомобилем, и тем оборудованием, которое ты приобретаешь, поэтому несколько раз сама приходила с предпринимателями и участвовала в обсуждении при подаче заявки, и каждый из опытов прохождения документов в гарантийном фонде, он именно заканчивался положительным решением в пользу предпринимателя, и даже сейчас они тоже очень гибкие в своих программах постоянно, вот каждые три месяца что-то новое у них появляется, и понимая, что этот механизм финансирования софинансирования, микрокредитование, он важен, мы в середине этого года выезжали в районные администрации к предпринимателям, выходили в поля, общались с ними непосредственно на их объектах, в администрации внутригородских, и конечно мы об этом говорили, доказывали и рассказывали. Очень интересные услуги и бесплатное сопровождение оказывает информационно-консалтинговое агентство Самарской области, это бюджетное учреждение Самарской области, у них есть такой проект, который мы всячески продвигаем, позиционируем и просим предпринимателей в него входить, это неотложная правовая помощь. То есть если человек обратился один раз в ИКСО, информационно-консалтинговое агентство, его записали, этого предпринимателя, присвоивали определенный реестровый номер, то в случае, если к предпринимателю на предприятие приходит проверка налоговая, Роспотребнадзор или какая-либо другая, предпринимателю просто стоит позвонить на телефон горячей линии, который работает круглосуточно, назвать свой номер, и ему окажут юридическое сопровождение. Такая скорая юридическая помощь, да? Да, осуществится выезд на объект, и его будут сопровождать вплоть до того, что будут помогать, если будут какие-то предписания, акты и наказания, сопровождать его интересы в суде. Это также в рамках реализации нацпроекта? Да, это все услуги, которые оказываются бесплатны и безвозмездны нашим предпринимателям. Вот, Анна Михайловна, все-таки акцент небольшой, если все-таки на услуги гарантийного фонда могут рассчитывать, наверное, более опытные предприниматели, то вот для ИКСО в это агентство могут обратиться кто? Начинающие? Начинающие предприниматели и уже существующие предприниматели. Там нет ограничений именно по периоду их работы. Но и в гарантийный фонд Самарской области могут обратиться и стартапы, потому что есть специальные предложения для стартапов. Конечно, там будут отличаться условия от уже существующих предпринимателей, у которых есть там и основные средства, и залоговые средства, но эти программы есть, и они работают. Поэтому все это доступно. А вопрос, конечно, коммуникации, он стоит во главе угла и донесения информации. Поэтому вот я вначале сказала, что одним из федеральных проектов, которые входят в национальный проект по малому и среднему предпринимательству, является популяризацией предпринимательской деятельности. Вы, наверное, уже видели, что много билбордов на территории Самары размещены о центре «Мой бизнес», о нацпроектах. Запустили два дня назад брендированный трамвай «Мой бизнес». Сейчас ведутся работы по созданию и открытию центра «Мой бизнес» на базе бизнес-инкубатора. Это все сделано для того, чтобы все-таки мы смогли выстроить эффективную коммуникацию с нашими предпринимателями. Поэтому и департаменты, и бизнес-инкубаторы, даже вот наши с вами передачи, они нацелены на то, чтобы все-таки мы всячески позиционировали свою деятельность. И, например, когда мы начинали принимать гранты, заявки на гранты, первую неделю была достаточно такая не совсем понятная для нас ситуация, потому что заявителей почти не было. Ну, наверное, еще русские люди, в принципе, привыкли до последнего все тянуть. Но потом вот мы понимали от уже заявителей, что есть некое недоверие. Есть некое недоверие, и люди действительно не верят, как там им будет давать администрация, по сути, там, орган местного самоправления деньги. Да еще безвозмездно, да еще безвозвратно и с маленьким пакетом документов. То есть для них это было удивление. Они не привыкли, что их снимают в телепередачах. Они не привыкли, что выходят на радиоэфирах их истории успеха. Они не привыкли еще, но все-таки пытаемся их приучить, что они выступают как действительно спикеры и трансляторы того, что бизнес вести можно и рассказывают своей истории успеха. Они не понимают, пока и не привыкли, чтобы мы бесплатно их зовем участвовать в выставках. Они не понимают, как мы их вывозим там в Уфу, в Казань, в Москву, в следующем году в Узбекистан, в Казахстан. Они пока этого не понимают. Но вот поэтому-то национальный проект, он и создан для того, чтобы мы оказывали всяческую поддержку предпринимателю. И действительно, коммуникация, открытый диалог, но это залог успеха и их развития и реализации всех мероприятий и целей, которые ставит президент. Ну вот в дополнение ваших слов я хочу сказать, что по своему опыту общения с малым бизнесом, с предпринимателями, я хочу сказать, что у нас очень интересные предприниматели, как семейные пары, так уже и опытные предприниматели. И вы знаете, они так интересно рассказывают о своем деле с таким задором, с таким энтузиазмом. И вот веришь им и действительно смотришь и аплодируешь, потому что действительно в нашем городе бизнес развивается, и для этого есть все условия для его создания и успешной реализации. И многие, кстати, начиная свой бизнес, первые планы Москва и даже за рубеж. Это очень приятно, что наши предприниматели вот ставят перед собой такие амбициозные планы. Ну и, наверное, в конце, я подводя итог нашему с вами разговору, хочется предоставить какое-то заключительное слово. Вот, может быть, есть у нас в Самаре, где можно взять пошаговую инструкцию, вот какие-то, может быть, полезные материалы, вот чисто теоретические для предпринимателей? На сайте администрации городского округа Самара у нас есть две инструкции для существующих предпринимателей и для тех, кто только хочет открыть свой бизнес. Называются они «Пять шагов, как открыть свой бизнес». А мы выезжаем в районы, мы выезжаем в торговые центры, мы рассказываем с экранов телевизоров, по радиоканалам. Вы можете обращаться в департаменты, вы можете обращаться в бизнес-инкубатор, и мы окажем вам всяческую помощь. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Успехов вашему бизнесу и по бизнесу работать в Самаре можно. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»